всем привет вы на канале урал спецтранс сегодня у нас с вадимом в обзоре шахман от и з опять первый что опять новый но он опять новая 5 1 до снова это тема примерки емкости небольшого объема на шасси иномарок для урала и камаза вот стоит урал камаз то есть такая емкость 10 кубовая она практически они вот идентичны по моему да такое такая емкость установлены на автомобиль она транспортное средство получается практически полной полной разрешенной массой ну которые можно на этом шасси вот для шахмана такая навеска конечно ну ну наверное это половина той возможности что того объема который сюда можно устанавливать тем более шасси такая длин длинная колесная база 4800 у него но тем не менее то есть эта тема применения навесок уже отработанных много распроизводимых которые мы много лет уже устанавливаем на шасси урал камаз вот процесс примерки перед вами это шасси полноприводное вот наконец у нас дошли руки до шахманов длиннобазных полноприводное шасси 6 на 6 с кабиной x3000 но это стандартно душка отношу новка полный привод кабина на пневмоподвеске двигатель 430 лошадиных сил но это практически стандартно шасси которые мы сейчас используем везде топливозаправщик этот имеет емкость 11 кубических метров он у нас два отсека цистерна имеет чемодана чемоданообразный ну или профи чемоданообразный профиль изготовлена она из листовой стали низколлегированный внутри имеет волнорезы ну соответственно два отсека у ней поэтому внутри есть перегородка глухая которая разделяет отсеки ну и волнорез установлены которые при движении автомобиля с грузом позволяет снизить нагрузку но удары гидравлические удары на на днище в нижней части цистерне приварены фланцы и установлены донные клапаны вот у нас получается 22 рычага который через трос и приводит в открытии к открытию ну все так управление данными клапанами верхней части возле горловины установлена площадка с скользящим покрытием на площадке установлены ящики под песок песок кошма высота максимальная по поверху ограждения получать самая высокая точка насколько знаю 3 порядка 3700 миллиметров ну естественно все это находится в габарите лесенка в задней части для подъема на платформу цистерна уложена на ложементы которые повторяют форму цистерны в нижней части ложементы составляют единая целость над рамником но она драмник соответственно крепится на раме автомобиля повторяет профиль лонжеронов рамы ну и соответственно имеет крепление крепится стремянками узел выдачи топлива находится у нас с правой с левой части автомобиля значит дв 65 условный диаметр отверстий с быстроразъемными соединениями значит насос насос гидроприводом от ком шасси на ком шасси стоит гидронасос и соответственно она на приводе насоса установлен гидромотор который при включении ком приводит во вращение насос ну и соответственно позволяет выполнять те функции для которого это дело все установлено ну топливозаправщик у нас может выполнять функции такие как перекачка топлива минуя собственную емкость закачка насосом раскачка насосом выдача топлива через у вт через узел выдачи топлива соответственно гравитационный слив вот и у нас находится за кабиной на собственно получается за кабиной кронштейн на котором у нас компактно разместился держатель запасного колеса гидробак гидравлической системы привода насоса ну и у вт так значит у вт у нас счетчик жидкости у вт у нас позволяет при выдаче топлива при заправке автомобилей механизмов и прочих машин при выдаче топлива через у вт получается можно измерять объем жидкости при помощи вот этого счетчика счетчик с же по 25 для того чтобы защитить счетчик от попадания всяких разных примесей у нас установлен фильтр который защищает этот счетчик фильтрующий частота фильтрации 60 микрон рукав раздаточный тоже мду 25 условный диаметр 25 миллиметров раздаточный кран с возможностью выдачи 120-150 литров в минуту вот рукав длиной 6 метров верхней части ящика у нас установлена катушка заземления ну и соответственно подсветка которая в темное время можно включить и обеспечить видимость на рабочем месте заправщика . катушка согласно требованиям по правилам безопасности при заправке при работе заправщика цистерна должна быть заземлена на передней части ящика у вт у нас находится гидрораспределительный кран просто гидрораспределитель который у нас имеет два положения вот она обозначена положение рукоятки включения насоса и прогрев масла то есть стандартном а вот сейчас как он установлен этот прогрев масла при включении ком в кабине масло начинает циркулировать ну как бы по малому кругу не приводя в действие насос после того как произошло через некоторое время там пять-десять минут когда масло прогрелась можно включать насос на можно включать кран в положение включения насоса ну и соответственно продолжать уже работу с насосом сбоку цистерны у нас уложены в оцинкованных пеналов рукава два рукава с обеих сторон слева справа закрытых пеналах задней стороне у нас крышки имеются тоже быстроразъемные соединения внутренний диаметр до 65 в инструкции написано что смотровое окно называется клинкер посрединке смотрового окна находится мерная планка были мерный уголок который показывает уровень уровень топлива который ну вот заливается в эту цистерну горловина диаметром 500 миллиметров закрытая люком с прокладкой на люке у нас установлен дыхательный клапан с огнепреграждением значит дыхательный клапан обеспечивает связь внутреннего объема цистерны с атмосферой при транспортировке если вдруг случается опрокидывание он закрывается автоматически и у него есть функцию огнепреграждения то есть он предотвращает разлив топлива согласно требованиям дополк 22 огнетушителя уп-6 порошковые закрытые по правилам пластиковыми пеналами немовыводы и одна розетка буксировочного прибора нету тем не менее как бы начальная подготовка выполнена то есть при необходимости доработку конечно это можно сделать держатель запасного колеса с правой стороны за кабиной с механической крутилкой с механической лебедкой ручка у нас находится в зипе согласно требованиям перевозки грузов опасных на крыше кабины установлены маячки и так это у нас от из 11 11 кубовый от из-за 2 отсечной снаряженная масса этого автомобиля 13 половиной тонн полная масса 23 с половиной тонны распределение нагрузок по осям при при полной массе это семь с половиной тонн на переднюю ось на передний мост и 16 тонн на заднюю телегу таким образом этот у этого автомобиля есть не сами несомненный плюс в том что на нем установлена емкость небольшого объема то есть одиночное транспортное средство находится в пределах разрешенных весовых параметров не более двадцати пяти тонн для одиночного транспортного средства плюс нагрузки по осям не более 16 тонн на заднюю телегу и соответственно такая же нагрузка разрешенная нагрузка находится 7 с половиной тонн на передний мост то есть транспортное средство полностью находится в пределах разрешенных весовых параметрах и смело может совершенно никого не опасаясь ездить через весовые и через пункты весового контроля плюс ко всему полная разрешенная масса транспортного средства на таком шасси 31 тонна сейчас на режим полная масса этого от из-за 23 с половиной тонны достаточно большой запас не реализованный по полной массе поэтому но что естественно позволит этой машине с этой навески работать с больше с большим ресурсом до при меньших нагрузках соответственно как бы и жизнь продлится в ней в соответствии с требованиями допуг у нас установлен тахограф в исполнении и x значит дальше у нас естественно имеется система отключения аккумуляторных батарей то есть это у нас комплект сертифицированный комплект который позволяет отключить ну который необходимо что он присутствовал под по правилам дорожной перевозки опасных грузов то есть у нас есть вместе с эту наш штатный выключатель аккумуляторных батарей еще у нас есть дополнительный выключатель который установлен по требованию допуг включение выключение ком кнопка но это штатная кнопка в обычном режиме используется на общем счетчик на работе счетчик работы насоса насосной установки ну тут у нас стандартно уложен комплект допуг всякие разные аптечки жилеты светоотражающие средства промывания глаз очки и прочие необходимые документации вот крутилка для за подъем опускание запасного колеса знаки опасности собственной опорой не мы не забыли показать мы забыли сказать что у него выдача 32-38 кубических метров в час поэтому но ну да как то так подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока всем пока